Напомним, сегодня на расширенном заседании правительства Касымжемарт Токаев раскритиковал работу правительства, оценив ее эффективность как среднюю. И даже анонсировал кадровые перестановки осенью. За ажиотаж на рынке и за сахар в выговор получили сразу два министра торговли и сельского хозяйства. Президент раздал ряд поручений и анонсировал сразу несколько реформ в разных сферах. Одина Смогулова расскажет подробнее. Много критики прозвучало сегодня в адрес глав кабинета министерств. Касалась она в первую очередь работы по сдерживанию инфляции. Впервые с 2015 года она достигла рекордных 14,5%. По словам президента, из-за неэффективных мер правительства некоторые продукты питания подорожали сразу на 80%. А сахар по доступным ценам и вовсе почти исчез при лавках. В стране возник ажиотаж. Обвинил в этом Тукаев министров торговли и сельского хозяйства и объявил им выговор. За последние 4 года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках Евразийского экономического союза. Но в любом случае это серьезный просчет правительства. Глава государства заявил, что важно навести порядок в торговой системе, а точнее искоренить факты спекуляции и искусственного дефицита на рынках. И самое главное, обеспечить продовольственную безопасность. Для этого нужно сократить число торговцев, а отечественным фермерам создать больше условий, чтобы они могли беспрепятственно выпускать свою продукцию на прилавке. Между тем, уже этой осенью может возникнуть дефицит дистоплива и газа. Основной аргумент правительства – вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом, но проблема несколько глубже. Существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Радикальные реформы ждут и дорожную отрасль. За состояние полотна в стране отвечают сразу два оператора – «Газавтожол» и «Казахавтодор». Но дороги в стране до сих пор плохого качества, а в самой отрасли, по словам главы государства, процветает коррупция. Честно говоря, они оба выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих больше, чем необходимо. Тем не менее, обоснованных нареканий со стороны граждан не становится меньше. Поручаю правительству объединить «Казавтожол» и «Казахавтодор» и создать единую дорожную компанию Казахстана. В результате количество сотрудников будет сокращено. Эффективность нацкомпании тоже под большим вопросом, отметил президент. О непрозрачности и кулуарности госзакупок в Самрук-Казана он говорил неоднократно и даже давал шанс на избравление недочетов. Однако до сих пор осталось немало нерешенных проблем. Теперь же фонду предстоит претерпеть полную трансформацию. Сохраняется большой объем административных расходов национальных и квази-государственных компаний. Это недоработка руководства Самрук-Казана. Многое, конечно, сделано, но дело еще не початый край. Сохраняет свою актуальность задача перезагрузки его деятельности. Президент поручил правительству разработать комплексный план по защите детей и не оставлять без внимания качество образования. Говорил глава государства и о проблемах безработицы среди молодежи. В этом же году правительству предстоит запустить цифровую карту семьи и внедрить социальный кошелек. Все для того, чтобы перейти на так называемый проактивный формат соцподдержки. Благодаря чему помощь социально уязвимым семьям станет более адресной. Одина Смогулова, Думан Сулейменов, Информбюро при поддержке телерадиокомплекса президента РК.